Да сколько можно фанг, манг? Что кроме фанг еще есть? Вика, а другие компании, кроме фанг, ты знаешь? Такие вопросы иногда прилетают в мою сторону от вас Что ж, отвечаю, компании есть, я их знаю и делюсь списком с вами В сегодняшний выпуск попали компании, которые, во-первых, скорее всего, вам неизвестны, но очень престижны в США на данный момент Во-вторых, они вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых работодателей в 2022 по версии Levels FI И в-третьих, эти компании никого не сокращают, а наоборот нанимают И не только в США, идут против шерсти, так сказать Некоторые нанимают удаленно и даже за пределами США Готовы узнать имена и цифры? Тогда погнали! Всем привет! И вы на моем канале, где я помогаю строить IT-карьеру в США Беру интервью у тех, кто уже смог это сделать и рассказываю про жизнь в Кремниевой долине У меня для вас 9 компаний, 7 из которых строго отвечают 4 критериям Неизвестность, престижность, высокие зарплаты, расширяющийся штат в эти непростые времена Еще две компании отвечают не всем критериям, но я все равно решила бонусом про них рассказать Кстати, про непростые времена на прошлой неделе Миша, мой муж, ex-applied scientist в Amazon А нынче CTO, а citizens, уже рассказывал про массовые сокращения в IT и их причины И дал свое мнение, свою оценку В общем, если вы не посмотрели, ссылочка в описании к этому видео Ну и конечно же, не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски и держать руку на пульсе Замерила сравнение компаний, будем брать среднюю зарплату синер-специалистов по США, до налогов и конкретно в БР А технологии и область специализации сравнивать не будем, на вкус и цвет, как говорится Расскажу вам интересные факты из истории компании, чтобы кроме цифр у вас было еще общее представление о компании Ну деньги же это не самое главное Сегодня пойдем не по возрастающей в отношении зарплат, а в хаотичном порядке Этим видео я хочу показать вам, что несмотря на турбулентное состояние на рынке Есть компании, которые активно развиваются и нанимают разработчиков, достойно оплачивают труд И многие из них заинтересованы не только в маститых специалистах, но и в молодой крови Так что поле для развития и амбиции необъятное Особенно если вы пишете на одном из самых востребованных языков программирования, например на Java И умеете работать в команде, то вы вообще на коне Вика, как затесаться в ряды крутых сеньоров, если я даже еще не джуниор А денег на качественное образование с гарантированным трудоустройством нет? Подсказываю Пройти онлайн-курс Java у Kata Academy Kata берет 17% от дохода на руки только после трудоустройства Пока учишься 7 месяцев, ничего не платишь Вылетаешь с курса, тоже ничего не платишь Обучение интенсивное, 25 часов в неделю минимум Регулярный контроль качества, знаний с метров Ревью твоего кода, сложные вопросы, работа в командном проекте Не усвоил прошлый этап, не прошел дальше Этот курс для тех, кто реально хочет стать Java-девелопером и начать разрабатывать серьезные деньги Kata гарантирует своим студентам трудоустройство на позиции разработчика с минимальной зарплатой от 100 000 рублей при условии переезда в Москву и Санкт-Петербург Но если вдруг работа не оказалась, ничего не платишь Все эти пункты зафиксированы в договоре Для участия в курсе нужно пройти входное тестирование с нулевыми знаниями С ним можно справиться за две недели Эта проверка на вашу заинтересованность в курсе Познакомиться с Kata Academy и начать свой путь в Java-разработке можно по ссылке в описании к этому видео Начнем с одним из лидеров сегодняшнего рейтинга Snowflake Snowflake – разработчик современной облачной платформы обработки и хранения данных Позволяющих объединить данные из множества источников и пользоваться ими на одной платформе И что такого, спросите вы? Таких компаний на рынке куча и среди них есть явные лидеры с мировым именем Amazon Redshift, Google Cloud Platform Никого этим не удивишь Кроме того факта, что Snowflake оставляет их всех позади благодаря своему уникальному конкурентному преимуществу Это эластичное хранилище данных, прозванное Data Warehouse Которое автоматически расширяется при увеличении нагрузок и объемов информации А когда нагрузка начинает снижаться, система уменьшает объем зарезервированных ресурсов, оптимизируя тем самым затраты Другими словами, компания подключает к подсчету задач клиента столько мощностей, сколько нужно А когда задача решена, предоставляет их для пользования другому клиенту, которому они нужны Тем самым одновременно сервисом может пользоваться неограниченное количество пользователей А платят они только за те мощности, которые были использованы для обработки их данных Выигрыши остаются все Компания была основана в 2012 году, а на IPO вышла в 2020, разорвав Нью-Йоркскую биржу в этот год Начальная цена за акцию в первый день составляла 85, затем 120 долларов, а к концу дня уже давали 253 долларов Сама компания была оценена в 33 миллиарда Ну и это еще не все. Легендарный Уоррен Баффетт проинвестировал в Snowflake 250 миллионов При его огромной нелюбви к технологическим стартапам. Такой жест говорит о многом Кроме того, Snowflake считают старперским стартапом, так как трем его основателям суммарно исполнилось 153 года в этом году А у большого количества работников стаж работы стремится к 30 годам Не такая уж и молодежная тусовка эти ваши стартапы Теперь давайте о других цифрах для простых смертных разработчиков Хотя когда это разработчики у нас были простыми смертными Зарплаты в Snowflake у них совсем не простые Сеньорам по внутреннему уровню компании IC3 в среднем по США они платят 453 тысячи долларов в год, из которых BASE 213 Репорты по Bay Area показывают примерно такие же цифры Кстати, нанимают они не только в США, но и в Канаде, Германии и даже Польше И нанимают в больших количествах, больше 200 открытых вакансий в Engineering Department Следующая компания Rubrik Лидер на рынке современного управления и защиты данных А также первая в мире платформа с программно-аппаратным комплексом, который выполняет функции резервного копирования Моментальное восстановление, репликацию, поиск, аналитику, архивирование, соответствие регуляторным требованиям И управление копиями данных в единой защищенной фабрике Компания была основана в 2014 году Уже в 2017 оценилась в 1,3 миллиарда В 2019 3,3 миллиарда На пути развития компания выкупила две компании из датам менеджмент сегмента Datas.io в 2016 и Ingenious в 2020 Кажется, очередная успешная компания, основанная выходцами из Google, Facebook, Oracle, VMware Квинтэссенция, которая не может не сулить успех Однако, если в истории компании щепетильный момент В марте 2018 конкурирующая компания Dell EMC Находящаяся на рынке в 1979 году подала на эту компанию в суд Они обменяли своих бывших сотрудников, на тот момент сотрудников Rubric В хищении коммерческой тайны Dell EMC Что, по их мнению, дело несправедливого преимущества на рынке Чем в итоге закончилась история, источники умалчивают Но кажется, что на компании это никак не повлияло И она продолжает развиваться Сама компания на своем официальном сайте заявляет Что они являются одним из самых быстро растущих стартапов в Кремниевой долине Нанимают они сейчас в Бангалоре, в Индии Я думаю, понятно, по каким причинам поддерживают своих И в Пала-Альта, там у них Headquarters Еще они нанимают удаленно по США Но совсем немного Немного все-таки, наверное, не считается Платят сеньорам уровня L5 329 тысяч в год Из которых Base составляет 191 тысяча Так как нанимают они офлайн только в БРе Цифры по США равны цифрам в БРе Хотя репорты за последний год показывают цифры больше Что, несомненно, приятно А сейчас предлагаю от дата хранилищ И платформы перейти к сектору беспилотных автомобилей Хотя вы можете подумать, что сейчас будем говорить о Tesla Она же самая передовая Но подождите Tesla знают все Да и попала она в другой рейтинг Рейтинг самых массовых сокращений Так что сегодня без нее Есть у меня кое-что поинтереснее Например, круиз Один из сегодняшних лидеров, между прочим, на американском рынке Эти ребята выпускают автомобили на автопилоте Но не для продажи, а для того, чтобы предоставлять услуги такси и доставки Без участия водителей и доставщиков И это первая компания в США, которая получила разрешение на предоставление такого вида услуг Что называется drive-less Сам круиз заявляет, что поездки на такси без водителя дадут вам больше свободы, времени и чувства спокойствия Для девушек, кто не любит или боится оставаться в машине один на один с незнакомым человеком За рулем это отличное решение Но факт того, что машина просто едет сама, а ты сам на заднем сидении сидишь Может лежить этого чувства спокойствия Как мне кажется А что вы об этом думаете? Прокатились бы на таком такси? Первая поездка в истории компании состоялась в ноябре 2021 Ее пассажиром стал кофаундер и по совместительству CEO круиз Сейчас такие поездки доступны только жителям Сан-Франциско Из списка ожиданий В которые можно попасть любой зарегистрировавшийся Совсем недавно компания анонсировала, что до конца этого года круиз такси станет доступна в Остине и Фениксе А сервис доставки начнет свою работу в 2023 В общем, новая восходящая звезда, которая, кстати, была основана в качестве стартапа еще в 2013 И стала выходцем Y-комбинатора В 2016 стартап был приобретен и щедро проинвестировал General Motors И по сей день круиз остается ее автономной дочерней компанией Которая выпускает свои беспилотники на базе электрических Chevy Bolt от Chevrolet Которая, в свою очередь, тоже относится к General Motors В общем, все у ребят связано, подвязано А сами беспилотники, судя по росту компании, очень быстро развиваются До General Motors в 2015 году в компании было всего 40 сотрудников А в 2020 уже 2000 Сейчас у них открыто много позиций в инженеринге, даже очень много В том числе и удаленных по США На своем официальном сайте они прописывают требования к каждой позиции Так что можно смело прикидывать роли на себя, потянете или нет Джинов они тоже активно ищут Платят они им по 228 тысяч в год с Base в 154 тысячи А вот Senior уровня L5 получает уже в 448 тысяч долларов в год Из которых Base составляет 215 тысяч Что касается BR, то цифры чуть выше 461 тысяча, где Base 219 В общем, отличная компания с потенциальным большим будущим Есть шанс запрыгнуть в вагон с отличной компенсацией Еще одна компания беспилотник Аврора Если вы давно наблюдаете за каналом и следите за историей Паши, моего клиента Который год назад искал свою первую работу в США Попал в очень горячий сезон То, скорее всего, слышали про Аврору Так как именно она была одной из тех компаний, от которых Паша серьезно рассматривал офис Если не понимаете, о чем я говорю, значит точно не подписаны на канал Исправляйте ситуацию У Авроры два проекта для беспилотников Первый Аврора Коннект Агрегатор такси по типу того, о котором я выше рассказывала Проект еще в разработке совместно с такими партнерами, как Uber и Toyota А вот второй проект Аврора Горизонт связан с беспилотными фурами Которые будут перевозить различные товары по США Как заявляет сама Аврора, это снизит затраты на перевозку и количество дорожных инцидентов Зато повысит скорость доставки и больше не нужно будет зависеть от водителей Для этого проекта Аврора запартнерилась с Volvo и Packard Ведущим производителем восьмиколесных фур Проект также находится в стадии разработки Тест-драйвы проводятся в Техасе с 2020 Но кажется, все близится к официальному релизу проекта В октябре этого года Аврора начала перевозить коммерческие грузы для FedEx С помощью первой бета-версии Аврора-драйвер между Далласом и Хьюстоном Такими темпами беспилотники завоюют все автонейшие В команде Авроры можно присоединиться в семи городах США Платят сеньорам хорошо в среднем 328 тысяч в год И база 197 тысяч По БР ситуация интересна Total меньше 326 тысяч А вот Base больше 294 Расскажу еще про Argo AI Argo AI занимается технологиями для автономного вождения Которые они внедряют в гибридный Ford Escape Созданные для коммерческих перевозок по США И полностью электрический Volkswagen ID для Европы Под коммерческими перевозками они подразумевают два вида услуг Как и круиз Драйвлэйс такси и доставку В 2021 году компания запартнерилась с Lyft И вот уже в мае 2022 сервис такси был запущен в Майами А в сентябре в Остине Но стоит отметить, что пока что этот сервис нельзя полностью считать драйвлэйс как у круиз Пассажиров на всем пути в машине сопровождает два оператора Которые следят за безопасностью перевозки Когда эти меры будут сняты, пока непонятно В конце октября Argo заявили, что компания распадается Неожиданно, да? В общем, Ford и Volkswagen вплоть до октября 2022 Были главными акционерами RGI Совет директоров представлял двумя представителями от Ford и двумя от Volkswagen И тремя от самого Argo И вроде бы все хорошо Но видите, кого-то такое положение дел не устраивало Сейчас будет решаться, кому перейдет компания и что будет дальше Я бы пока крест на компании не ставила, а наблюдала за ними Вдруг еще образуется все Что касается компенсации, то синиеры получают или получали в США в среднем 342 тысячи Из которых база 208 тысяч В BR цифры чуть выше 361 тысяча и 215 соответственно Ради интереса заглянула в Германию Total 196, база 146 Как вы уже поняли, Argo AI это та компания, которая попала в мою двойку и не соответствует всем моим критериям Ладно, двигаемся дальше, в сторону финтеха На очереди Plate, основанная в 2013 году финтех-компания, которая выпускает программное обеспечение Позволяющее интернет-компаниям привязывать к профилю клиента его банковский счет И оперативно проверяет, есть ли на нем необходимое количество средств Таким образом, Plate решили проблему затяжной верификации банковских счетов Ранее компаниям приходилось вносить небольшую сумму денег на счет клиента И после нескольких дней через личный кабинет клиента подтверждать, что транзакция прошла Компании теряли многих клиентов, потому что последние не всегда были готовы ждать Это раз Два, транзакция банками в США чаще всего проводится не сразу, а накапливается в течение дня Затем большими пакетами передаются в банки на обработку Это позволяет снизить стоимость транзакции для банка Но у медали, как говорится, есть две стороны Темные, это невозможно следить в режиме реального времени, сколько действительно денег есть на счету у человека Такая дыра в системе была лазейкой для аферистов Например, они могли выводить деньги, которые у них не было с банковских счетов через различные системы Так как зачастую системы, дабы избежать потери клиентов, согласовывали транзакции, не дожидаясь подтверждения о состоянии банковских счетов Plate существенно снизил показатель таких преступлений У компании есть и другие продукты, но именно этот продукт сделал стартап передовым в своей нише и помог завоевать статус единородного Как заявляет сам Plate, более 7000 винтех-компаний построены с помощью Plate Каждый четвертый американец с банковским счетом, сам того не подозревая, хоть один раз, но пользовался сервисом Plate Сейчас у компании есть 7 офисов по миру Plate нанимают в Нью-Йорке, Сан-Франциске, Амстердаме, Лондоне, Солт-Эк-Сити, Канаде и барабанная дробь удаленно Не так много, как круиз, конечно, но все же, что по зарплате? Все более чем просто, хорошо В среднем разработчик уровня Senior платит 456 тысяч долларов в год и из них база 209 тысяч А вот в Bay Area, к удивлению, цифры значительно ниже 362 тысячи и база 185 Еще один финтех, о котором нельзя не упомянуть, это Blend Blend является разработчиком платформы цифрового кредитования, которая поддерживает и упрощает заявки на ипотеку, потребительские кредиты и депозитные счета Компания основана в 2012, сотрудничает с крупнейшими банками США, включая Wells Fargo и US Bank Однако в 2021 году Blend поменял свои приоритеты, теперь он нацелен на рынок стартапов и новых финансовых технологий Надеясь обеспечить кредитование и банковские услуги некоторых небольших, но быстро растущих цифровых кредиторов За последние пять лет Blend значительно расширил свою сервисную линейку, выйдя за рамки предоставления населению только ипотеки По словам основателя Blend, компания стремится предоставить своим клиентам единую платформу, на которой клиенты смогут получить несколько финансовых услуг сразу Депозитные счета, кредитные карты, автокредиты и другие кредитные продукты Ранее получить ряд перечисленных услуг в рамках одной системы было невозможно, Blend это исправляет Что ж, очередной инновационный проект, который достойно оплачивает труд своих разработчиков 320 тысяч в год по США, из которых база 215 тысяч, а вот Бээре опять не повезло 317 тысяч, тотал и база 192 И все бы ничего, если бы Blend не числился в списке компаний, сокративших сотрудников Их цифра 200 человек Но тем не менее, они продолжают нанимать, правда пока не в IT-сектор, все может поменяться Поэтому Blend со счетов списывать не нужно Паша Минеев, которого вы многие знаете, вот работает там и радуется жизни Потому что все-таки предпочел Авроре Blend И это вторая компания в списке с погрешностями, но очень хочется вам о ней рассказать Еще две компании, которые я просто упомяну, а вы, если вам интересно, можете больше про них узнать самостоятельно 2Sigma Это хедж-фонд из Нью-Йорка, который использует различные технологические методы Включая искусственный интеллект, машинное обучение и распределенные вычисления для своих торговых стратегий Нанимает в большом количестве в США, Великобритании, Китае и Гонконге Никого не сокращает и платит достойно Около 340 тысяч по США, а в Бээре информации нет Вторая компания Box представляет собой облачное управление с содержимым и совместное использование файлов для бизнеса 27 открытых позиций в IT и зарплата в 308 тысяч по США и 315 в Бээре Очень даже неплохо Итого у нас получилось 7 компаний с идеальными исходными на сегодняшний день данными Учитывая ситуацию на рынке И две компании с вопросиками Но я думаю, что все у них выровняется вскоре Пишите в комментариях, какая компания вам приглянулась больше всего Получается, что не все так печально И есть еще компании, которые не поддаются общей панике и продолжают привлекать талантов Выпуск получался насыщенный, на мой взгляд Надеюсь, и вам он понравился Ставьте лайки, подписывайтесь на канал У меня на этом все Всем пока! Ура!